Это пилотажная модель, которая предназначена для выполнения любого пилотажа на открытой местности. Вячеслав Макаров показывает школьникам модель самолета, который когда-то вместе с отцом собирал сам. Теперь уже он учит мальчишек собирать такие же летающие копии железных птиц и мечтает о высоких победах. Мы занимаемся радиомоделями. Их финальный результат – это участие для начала в первенстве России, потом уже, так сказать, на чемпионатах России. На таких соревнованиях его воспитанники отличались не раз. Третьеклассник Гена в кружок по авиамоделированию ходит уже третий год. За свои модели он уже получал награды. Есть медали. Три или две золотых, одна серебряная. Ну вот всё. Сердце каждой такой модели – микродвигатель. Вот только на их получение у учеников очередь на всех сразу не хватает. По словам директора центра Владимира Кригера, сейчас они живут на остатках той техники, которую закупали лет 10-15 назад. Если были бы дешевые моторы, то можно было бы говорить о возрождении именно спортивного моделизма, в том виде, в котором он был еще в советское время. А это был основной поставщик инженерных кадров. Раньше производством микродвигателей занимались и на Ярославском моторном заводе. В 2005 году эта практика прекратилась и сейчас она возрождается вновь. Причем продукцию эту предприятие намерено распространять во все регионы России. Первая причина – это обеспечение нашей продукции, кружков технического творчества. Вторая причина – нам хотелось активно работать в программе импортного замещения. Более того, сохранилось и техническое оснащение, и способы производства двигателей, и люди, которые способны этим заниматься. Возобновление массового производства – вопрос лишь времени. Андрей Децель, Сергей Ватин, День в событиях.